Так, я, саправдой, первый Беларусь, який поедет учиться в Сингапур. Я вельми долго сумневался давать мне эту заявку, потому что мне казалось, что не самый дрянный вариант навучания, и в Польше, и в Беларуси так само, мне кажется, можно отримать добрую эдукацию, когда так само я сейчас заниматься самоэдукацией. Но я понял, что, может быть, никогда больше такого шанса в жизни мне не получится увидеть. И частично даже из-за досвиду именно такого конкурсного отбора я участвовал в этом конкурсе на эту ступенду. Для меня особенно очень интересно увидеть эту Украину, увидеть других людей, которые так само будут со всего мира, так само будут смотреть на меня. Я буду таким репрезентантом Беларуси в этой стране, на этом проекте. Ну и в дальнейшем хотелось бы так само отримовать эдукацию в каком-нибудь престижном университете, чтобы потом сюда приехать, и на меня сразу так завертали увагу, можно так сказать. Я приходил именно в государственную установку эдукации, чтобы отримать беларусский диплом государственный. И там сутыкаюсь со складанностями, потому что даже вот сейчас, когда я сдавал экстренат, я начинал рассказать на историю су светлые такие исторические факты, яких не имал подружнику. И это выкликало неизвестивление наставников, потому что они решили, что нужно все рассказать именно так по подружнику, именно ту историю, которую нам пропонует держава, и что только эта история заявляется верной. Я им кажу про башню, но есть такие вот действительно исторические свечения, то есть, что так отбывалось. Так, там усталявалось вершинство права, это одна из самых беспешных краин, а за коррупцию там амаль, что не смертное покарание идти, тому ее там ведомо нема. И много вещей, которые у нас являются нормальными, как споживание алкоголя, мабуть, у некоторых, ну, паление так само. Там заборонены фактично, ну, кроме того, что законодавством, они просто не принимаются супольностью. Все это было добро, когда было так само в Беларуси, такое развитие. Дело в сегово с этого досвиду и бизнеса, какого-то инженеринга можно так лечить. И досвиду, миновата, державного уладкования Сингапура, я еду в Сингапур, как поглядеться в эту Украину, как доведаться шмат нового и про унести это в Беларуси. Я думаю, что это целиком реально. Ну, мне 17 годов, я максималист, тому мне сдаётся, что это целиком вероходно, то, что мы сможем приунести какие-то глобальные изменения в Беларусь и изменить нашу Украину до лучшего. Поставить её на таких вот шлях худкого экономического развития и высокого взрослого жизни в кончатковом влиянии. Шмат делается для того, чтобы захватить беларускую молодь, которая имеет и сопровождение имеет таллинты для того, чтобы она съезжала, пользуясь такой не надто приватной ситуацией в нашей стране, чтобы это, может быть, очень добрые мозги в будущем съезжали и оставались в разных других странах работать и учиться так же. Я лечу, что это особистая справа каждого, по-перше. Особистая я, например, складаю себе специальные дюники, специальные нотатки, того, что меня будет поддерживать и мой интерес в Беларуси за все. Например, я собираюсь с собой брать конспекты по истории Беларуси с собой, чтобы их перечитывать, узгадывать какие-то циковые исторические факты. Потому что я лечу, что это вельми истотная частка нашего выхования, введение истории. Ну и всем остальным я браю, как много частей, наведывать Беларусь, подорожничать, например, по Азерии, по Полесью. И когда ты видишь эти места, тебе хочется вертаться сюда, ты проникаешься в такой, саправдной любовью до нашей страны. Хотя я знаю то, что провучился, например, пять годов за межой, цена даже больше. Может быть, попрацовавши там, деля на быте какого-то такого рационного опыта. Это будет вельми складано вернуться в Украину. Но я саправдой собираюсь это сделать и наладжу контакты вельми тесные с людьми, которые остаются тут, чтобы они его с меня поддерживали. Вот и моим помкнение.